МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Шесть человек пострадали при взрыве газа на металлургическом комбинате Арселор Митал Тимиртау. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Тимиртау и Караганды. Ушел из жизни видный общественный деятель Караганды. На 77-м году жизни скончался Бойко Дмитрий Макарович. Последний путь его проводили близкие, друзья и сподвижники. В Караганде продолжаются общественные обсуждения по специальному проекту перехода казахского языка на латинский алфавит. В работе круглого стола приняли участие ученые, журналисты и студенты. 12 октября на металлургическом комбинате Арселор Митал Тимиртау произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали 6 человек. Такую информацию распространила пресс-служба предприятия. Три рабочих находятся в Тимиртауской больнице, а трое в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова. В числе пострадавших 4 работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы Тимиртау. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Трое больных находятся у нас в отделении реанимации интенсивной терапии. Все больные в тяжелом стабильном состоянии, с ожогами лица верхних конечностей, термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Им проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий в полном объеме. Привлекаются областные специалисты. Другие трое пострадавшие доставлены в ожоговое отделение областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Состояние у них стабильное. Находится они сейчас в отделении, в ожоговом отделении. Перевязки, припасуем, мы сразу сделаем перевязки. В дальнейшем посмотрим клубня ожоги. Посмотрим, как это будет. Сказать, там придется делать на кисти алтодеренопластика. Потому что ожоги кисти там на 94 степени. Возможно, в дальнейшем, возможно, может быть контрактура пальцев кисти. Это что такое? Контрактура – это просто ожога друбцового контрактура, которая ограничена движение пальцев кисти. Нет, амбутация не закончится. Кисти будем сохранять, пальцы будем сохранять, потому что они будут функциональными, что в дальнейшем они могли бы работать. Кратковременное воспламенение газа произошло во время проведения работ на газопроводе номер один коксохимического производства. Об этом на брифинге в областном Акимате доложил директор по охране труда и промышленной безопасности металлургического комбината. Это не авария, это была работа по обслуживанию газопровода. Нами предварительно была организована на данном месте работа газоспасательной службы и стояла машина скорой помощи. Это наша внутренняя скорая помощь, которая обслуживает комбинат, стальной департамент. Благодаря этому мы смогли оказать первую помощь и своевременно очень быстро транспортировать пострадавших в лечебные учреждения. Что касается причин, об этом пока говорить рано. Если у вас будут такие вопросы, я не могу пока ответить вам о причинах. Это должно быть комиссионное однозначно расследование и возможно даже с привлечением экспертных организаций или экспертов отдельно. Как заявили на брифинге, всем пострадавшим оказывается весь необходимый спектр медицинской помощи. Также пресс-служба областного департамента внутренних дел сообщила, что проводится расследование в рамках уголовного дела, предусмотренного статьей Уголовного кодекса нарушения правил охраны труда. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 11 октября после продолжительной болезни скончался известный в Караганде общественный деятель Дмитрий Макарович Бойко. 5 ноября ему исполнилось бы 78 лет. Дмитрий Макарович был настоящим патриотом своего города. Этого человека знала вся Караганда. Его любили и ценили за большие заслуги, принципиальность и человечность. Караганда простилась с Бойко Дмитрием Макаровичем, почетным работником образования, почетным гражданином Караганды, почетным директором Карагандинского коммерческого колледжа. Накануне прощания Ким-Карагандинской области Ерлан Кашанов лично выразил соболезнования родным и близким. Проводить последний путь Дмитрия Макаровича пришли представители всех организаций города. Родные, близкие, друзья. Внес огромный вклад в нравственное состояние нашего общества. Дело в том, что, к сожалению, за 25 лет ездить из Казахстана очень много были утеряны такие качества, как ценить человека по труду, говорить правду, не лицемерить, биться за свой народ. Дмитрий Макарович на протяжении 30 лет был депутатом местных исполнительных органов, внештатным советником Акима Караганды. Дмитрий Макарович являлся координатором общественного дискуссионного клуба «Голос Сары Арки», членом общественного совета при Карагандинском областном управлении образования. Дмитрия Бойко можно назвать настоящим гражданином страны. Он всей душой болел за свой город и народ. Ушел из жизни не просто гражданин республики Казахстана, а подчестный гражданин нашего города. Ушел из жизни наставый учитель многих поколений карагандинцев, патриот большой куклы. Вся деятельность Дмитрия Макаровича была направлена на созидание. Это человек, который своим трудом, своей жизненной позицией снискал всенародную любовь. Хотя Дмитрий Макарович Бойко уже не был народным избранником, люди по привычке называли его депутатом. Три срока он трудился в областном Маслехате. 30 лет знаменитый общественник занимал пост директора коммерческого колледжа. Депутатство – это жизненное призвание Дмитрия Макаровича. Еще при Советском Союзе его фамилия 20 лет значилась в списках Ленинского райсовета. Избиратели Центрального округа, где сосредоточена городская интеллигенция, всегда отдавали за Дмитрия Макаровича большинство голосов. Поддержка и доверие электората всегда были колоссальными. Город оскорбит о человеке, который отдал жизнь за процветание Казахстана, за процветание карагандинцев. Первый карагандинский также приносит соболезнования родным Дмитрия Макаровича Бойко. К другим новостям. Вариант казахского алфавита на основе латинской графики, представленный президенту, является более удобным. Такое заявление сделали карагандинские ученые-филологи. Использование диграфов не самый лучший вариант. Это мнение общественности было учтено при разработке проекта нового казахского алфавита на основе латиницы. Вместо сочетания букв для обозначения специфических казахских звуков, предложено использовать апостроф. Положительный отзыв о новом проекте высказал уже глава государства. Отсутствие диграфов поддержали и карагандинские филологи. У нас есть три неиспользованные буквы. Например, букву У сделали апострофом. Я думаю, ее можно было бы оставить буквой W. Также неиспользованы буквы С, Х. Я считаю, что можно было бы сократить количество апострофов и добавить три буквы. Точно было бы легче. В целом, эта версия намного лучше. Но еще есть над чем работать. Реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. В этот процесс вовлечены самые широкие массы населения. Ни в одной стране мира переход на другую графику не обсуждался всенародно. Особо подчеркивается, что переход на латиницу является сложным и долгим процессом. И в первую очередь необходимо подготовить учителей и методическую базу для внедрения нового алфавита в систему образования. Правительство страны разрабатывает план поэтапного введения нового алфавита. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжаются общественные обсуждения по специальному проекту перехода казахского языка на латинский алфавит. В конференц-зале премьера отеля собрались ученые, журналисты и студенты. Они приняли участие в работе круглого стола на тему переход на латинский алфавит. Вопросы, комментарии, предложения. Жители Карагандинского региона продолжают активно обсуждать переход казахского языка на латинский алфавит. В очередных общественных слушаниях приняли участие журналисты, ученые, а также студенты, будущие филологи. Новый казахский алфавит на основе латиницы будет состоять из 32 букв. В новом проекте специфические звуки обозначают не гиграфами, а специальными символами – буквами с апострофами. Ученые заявили, что национальный код и традиции не будут утеряны с переходом на латиницу, а только приобретут новый формат. Переход казахского языка – это, как уже говорилось ранее, веление времени. После принятия программного документа президента Рухани Жангру был предложен первый вариант. Тогда было широкое обсуждение, поступали предложения. Буквально на днях был предложен новый вариант алфавита. Он состоит из 32 букв. Здесь, конечно, есть свои минусы и плюсы, и этот вопрос еще требует рассмотрения. В работе круглого стола приняли участие ведущие лингвисты Карагандинского государственного университета, профессорско-преподавательский состав Академии Болошак. Свою точку зрения высказали и студенты. Участники заявили, что реформа языка – это важная часть модернизации общественного сознания. Нельзя упускать время и возможность как можно быстрее интегрироваться в мировое сообщество, включив казахский язык в мировое информационное пространство. Высказанные предложения по улучшению алфавита также будут направлены в администрацию президента. Андрей Тенжи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 110 тысяч жителей Карагандинской области являются членами партии Нур-Отан. Только в этом году в ряды партии принято около 4 тысяч новых членов. В нашем регионе партия реализует 7 проектов. Об этом шла речь на очередном брифинге в региональной службе коммуникации. Основная работа областного филиала партии Нур-Отан проводится в трех направлениях. Информационно-разъяснительная работа по реализации предвыборной платформы партии и третье направление – реализация семи партийных проектов. По словам первого заместителя председателя областного филиала Кадиши Оспановой, одна из главных задач партии – это работа с населением, забота о отчаяниях граждан, помощь в решении проблем. Для этого анализируется социальная обстановка в регионе. В рамках использования этих социологических анализ показал второе полугодие, за второй квартал 2017 года показал, что в основном проблемные вопросы экономического характера – это такие, как рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, они стоят на первом месте. Такие проблемные вопросы, как низкий уровень заработной платы, пенсии, пособия, стипендии – это волнует население, и высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и низкое качество медицинского обслуживания. Эффективным инструментом для сбора данных являются общественные приемные. Сегодня они открыты практически во всех населенных пунктах Карагандинской области, а в крупных городах таких приемных несколько. И большинство обратившихся находят поддержку. Мы используем свои ресурсы. Ресурсы, я сказала, у нас растет численность членов партии, растет доверие. Мы решаем проблемные вопросы. Вот здесь, почти сейчас уже за 9 месяцев, 5,5 тысяч. 90% проблемных вопросов мы решаем. Растет авторитет и доверие. Наверное, другим политическим партиям нужно также проводить работу не в электоральный период. Мы работаем не в электоральный период. Вы видите, да? Мы эту работу сделали системной. Каждый день со всеми социальными группами работаем. Для решения многих социальных проблем у областного филиала партии есть различные механизмы. Один из них – Институт народных избранников. Каждый раз в острых проблемах разбираются депутаты районных, городских и областного маслехата, представляющие партию Нуратан. Андрей Тен, Тулеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошел семинар-совещание по вопросам профилактики ауто-деструктивного суицидального поведения среди несовершеннолетних в организациях образования. Была разработана концепция работы среди подростков, чтобы снизить преступность в этой среде. В работе семинара приняли участие педагоги, ювенальные полицейские, врачи-психиатры, администрация города Караганды. Выяснялись причины антиобщественного поведения несовершеннолетних. Нет должного внимания со стороны родителей, нет должного внимания со стороны полицейского коллектива. И вот сегодня мы должны с вами, в общем-то, еще раз рассмотреть этот вопрос. Вы пригласили на это семинар совещания специалистов, которые работают в этой отрасли. Подростковый период – самый сложный и в становлении личности. Здесь главное не пропустить момента, когда несовершеннолетний вдруг меняет свои поведенческие привычки, замыкается в себе, не идет на контакт, старается меньше быть дома. Все это может привести к серьезным правонарушениям. В этот период очень нужен положительный образ героя и человек, с которым можно общаться на равных. Количество преступлений со стороны несовершеннолетних снизилось на 27,3%. То есть от 177 до 56 фактов. Но успокаиваться нельзя. Только с 1 сентября по 12 октября текущего года было зарегистрировано 147 административных правонарушений. Среди них невыполнение своих родительских обязанностей по воспитанию детей – 20 случаев. Хулиганство, совершенное подростками – 14. Нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время вне дома – 113. Все это говорит о потере контроля над поведением подростков. Причем происходит смещение категории детей, склонных к ауто-деструктивному поведению. Указано именно категории детей из не социально защищаемых, а именно из благополучных семей. Вот на эту категорию я прошу вас обратить особое внимание. И если таковые факты есть, пожалуйста, незамедлительно сообщать в КСПР города, районы Акима. На поведение подростков, идущих в разрез с общепринятой моралью, влияет ослабление роли семьи, неопределенная социальная и политическая ситуация, неразрешенный системный кризис, обесценивание нравственных норм, резкое расслоение общества. Обо всем этом говорилось на семинаре совещания. За 9 месяцев 2017 года, согласно данным Янского декоративного области, всего зарегистрировано 44 уголовных правонарушения, связанных с сексуальным насилием. Из них, по статье 120, то есть изнасилований, зарегистрировано 30 преступлений. В отношении несовершеннолетних 4 преступления. Настоятельно, все это не достойно, и планируется направить в суд. Подростки часто подвержены самокопанию, чувствам беспомощности, бесполезности, душевному разладу. Все это сказывается на их психофизическом состоянии. А вот эти существенные поведения, самовыгрышающие поведения, непреднамеренные действия или преднамеренные посудки, при неосознанном возможности критерного исхода, так и результатов, следствием которых является физическое или психическое разрушение личника. Ауто-диструктивное поведение является одним из форм ауто-акрессивного поведения. Делать вид, что все хорошо и нет проблем, значит мириться с массовыми уходами жизни людей, в том числе детей. На совещание была выстроена стратегия работы с подростками, как в учебных заведениях, так и в семье. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» с минимальным счетом 0-1 проиграл столичное Астане. Матч состоялся в рамках перенесенного 25-го тура на Тимиртаусском стадионе «Металлург». Первый тайм прошел в равной борьбе, но безопасных моментов. Лишь на 36-й минуте в штрафную зону горняков ворвался джуниор Кабананга. Но карагандинский голкипер Игорь Шацкий вовремя вышел из ворот. В итоге никому так и не удалось забить, и на перерыв команды ушли при нулях на табло. В перерыве тренерский штаб «Шахтера» решил усилить линию атаки, выпустив на пару к Сергею Хижниченко еще одного форварда Айдоса Татыбаева. Однако во втором тайме больше атаковали столичные гости. Исход игры был предопределен на 70-й минуте встречи, когда главный судья указал на точку в пользу астанчан. Игорь Шацкий отразил удар джуниора Кабананги с 11-метровой отметки, однако на добивание конголезец сумел таки отправить мяч в сетку ворот «Шахтера». Матч завершился со счетом 0-1. 15 октября карагандинские футболисты будут принимать на своем поле лидера чемпионата – Казалардинский Кайсар. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Почти 2000 тонн продуктов планируют продать по сниженным ценам на осенних ярмарках в Карагандинской области. Первые откроются уже в предстоящую субботу, 14 октября на улице Олимпийской. На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам. Товары привезут из Абайского, Актугайского, Бухаржуравского, Жанаркинского, Осакаровского и других районов области. В областном центре ярмарки пройдут 14, 21 октября и 11 ноября. 4 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Жесказгане, Саране, Шахтинске, Садпаеве, Тимиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске. Всего на ярмарках планируют продать более 200 тонн мяса, около 700 тысяч яиц, 300 тонн овощей, а также более 1000 тонн картофеля. Кроме того, для покупателей приготовят 400 килограммов баурсаков и 400 литров кумыса. И последнее. Меры социальной поддержки, документирования, жилищные и коммунальные вопросы, а также многое другое. По вопросам социальной направленности прокуратура Октябрьского района проведет встречу с населением пригородного поселка Сортировка. Встреча запланирована на 14 октября на 10 часов в здании Карагандинского железнодорожного колледжа. Участие также примут представители правоохранительных и государственных органов. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»!